Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто давно нас смотрит, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. В нашей компании есть как автомобили с левым рулем, так и с правосторонним расположением рулевого управления, которое мы привозим из Японии. Автомобиль, про который пойдет речь далее, это немножко неформатный для нас авто. В данном случае речь пойдет про новую машину. Предшественник в первом поколении, хоть и не разошелся по территории нашей страны огромным тиражом, в силу довольно ограниченного объема собственного выпуска у себя на родине, но имеющиеся в продаже машины долго новых владельцев не ищут. За следующие несколько минут мы посмотрим на автомобиль изнутри и снаружи, чуть-чуть затронем технику, а также глянем на него снизу, с подъемника. Встречайте, Toyota Rush, второе поколение, кузов F800. Toyota Rush во втором поколении появился в 2017 году. Это модель актуальной линейки, то есть машина продолжает выпускаться и по сей день. Интересен тот факт, что на японский рынок этот автомобиль не поставляется и существует только в версии для Объединенных Арабских Эмиратов. Концепция этого автомобиля, скорее всего, замышлялась производителем как экономичный, надежный, доступный и достаточно немаленький автомобиль. Никакого выбора в плане агрегатов здесь нет. Мотор один-единственный, полтора литра рабочего объема, 103 лошадиные силы, бензиновый, кстати, рассчитанный для работы на 92-м бензине. Коробки передач на выбор. Механика, либо обычный четырехступенчатый классический автомат. Ну а привод только на заднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр – это абсолютно новый автомобиль 2023 года выпуска с пробегом всего 21 километр. Попала эта машина к нам в город Новосибирск через наших друзей и партнеров – компанию Япония Трейд в городе Владивостоке. К Японии Трейд мы знакомы очень давно. Ребята работают также с 2004 года. Они занимались привозом из Японии под заказ как автомобилей, так и грузовых машин и спецтехники. Ну а теперь дополнительно открыли и новые направления. В настоящий момент вы можете заказать через них автомобиль с аукциона в Корее, либо, как вот в данном случае, из Арабских Эмиратов. Все ссылочки на ресурсы Япония Трейд, сайт, видеоканал и так далее будут в описании под данным видео, как и контактная информация. Ну а теперь давайте перейдем к автомобилю. Если первое поколение Тойоты Раш и его брата-близнеца Дайхат Сутериос можно отнести к классу компактных кроссоверов, то вот Раш во втором поколении прибавил в размерах, причем изрядно. Длина автомобиля 4 метра 43 сантиметра, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 70. При этом колесная база машины 2 метра 68 сантиметров. Несмотря на внушительную длину, эта машина имеет достаточно небольшой радиус разворота, всего 5,2 метра. И при этом получилась довольно легкой. Снаряженная масса всего 1300 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для нового автомобиля этот показатель лежит в диапазоне от 80 до 130 микрон. Говорить про какую-либо коррозионную стойкость автомобилей, самый старый из которых едва разменял пятилетний рубеж, пока преждевременно. Так что, пожалуй, сразу перейдем к осмотру внутреннего пространства автомобиля. И начнем, конечно, с багажника. Интересная деталь. Новая машина, а производитель наклеил на крышку багажника вместо крепления номерного знака дополнительные прорезиненные маленькие квадратики, призванные исключить контакт самого номерного знака с крышкой. Весьма предусмотрительно и довольно неожиданно. Габаритные размеры самого проема это около метра по его средней части. А высота багажного отделения до края крыши около 91 сантиметра. При поднятом третьем ряде сидений объем багажника очень небольшой, порядка 260 литров. При сложенном третьем ряде объем увеличится до 515. Иначе говоря, при поднятых сидениях полезного пространства в длину у вас всего ничего. Порядка 35-38 сантиметров. Если же третий ряд вам не нужен, вы можете его сложить, опрокинув сидение вперед. И таким образом высвободить себе дополнительное место. В этом случае размеры багажного отделения у вас, конечно, вырастут. И в линейных измерениях это будет 85 сантиметров в длину. И по ширине, по узкому месту между боковыми панелями багажного отделения порядка 104 сантиметров. Самое интересное, что если вам надо перевести какой-то очень длинный габаритный груз в этом автомобиле, то третий ряд сидений в любом случае будет вам мешаться, препятствуя получить ровный пол. В отличие, например, от минивэнов для японского рынка, наподобие Toyota Sienta, например, сидения не ныряют под передний ряд. Они всегда остаются либо в поднятом вертикальном положении, либо со сложенной спинкой. Соответственно, погрузить сюда что-то длинное у вас получится. Но в любом случае это будет не слишком удобно. Хотя длина багажного отделения в этом случае значительно вырастет, уже до полутора метров. Из дополнительных удобств по багажному отделению здесь, по большому счету, нет ничего, кроме дополнительного плафона освещения. Докатка в данном случае у нас находится снизу. И, соответственно, никакого фальшпола здесь тоже нет. То есть мы имеем дело уже непосредственно с полом кузова. Ну а теперь поговорим про салон, удобство подсадки, кнопочки и обзорность в этом автомобиле. Поскольку машина новая, здесь все еще заклеено транспортировочными пленками и кресла одеты в целлофа. Сидения, кстати говоря, кожаные. Причем кожа имеет перфорацию как на подушке сидения, так и на той части, с которой непосредственно контактирует ваша спина. Профиль сидения стоит отметить как достаточно удачный. Во всяком случае, оно не представляет собой одну сплошную плоскую скамейку. Здесь есть боковая поддержка, причем как под спину, так и под бедро. Ну а что касается диапазона регулировки сидения, то с поправкой на вертикальность посадки в этой машине его также следует признать вполне достаточным. При максимально отодвинутом назад сидении я с ростом 1,86 м в состоянии полностью распрямить в колене левую ногу. Так что для повседневной езды я бы придвинулся даже ближе. Что касается рулевой колонки, здесь присутствует регулировка, но при этом только по наклону. Никакой регулировки по вылету здесь нет. Хотя в принципе можно устроиться за рулем достаточно удобно. Что касается салона этого автомобиля в плане дизайна и материалов. Естественно автомобиль достаточно бюджетный у себя на родине, поэтому пластик здесь тоже жестковатый, передняя панель, дверные карты. Все это достаточно жесткое, хотя часть панели отделана материалом напоминающим кожу. Вполне возможно, что это и есть искусственная кожа. Она же здесь на подлокотниках и в целом белые вставки значительно оживляют интерьер. Разного рода клавишами управления приборная панель Toyota Rush 2 генерации тоже не перегружена. И любой человек, кто хоть раз в жизни имел опыт управления, любой истает, здесь без труда разберется. Причем сделает это за считанные минуты. Под левой рукой на подлокотнике у нас блок управления стеклоподъемниками и регулировка боковых зеркал. Кстати, в нашей комплектации они почему-то не имеют функции складывания. Слева есть клавиша включения-выключения системы стабилизации, что может быть очень полезно, учитывая единственно возможный задний привод для этого автомобиля. Клавиша включения-выключения противотуманного фонаря, а также клавиша калибровки системы мониторинга давления в шинах. На рулевом колесе с левой стороны есть блок клавиш управления мультимедийной системой. Справа внизу кнопка запуска остановки двигателя. Доступ здесь бесключевой. Внизу панели у нас довольно симпатичный блок управления климат-контролем. Климат здесь, кстати говоря, автоматический, хоть и рассчитанный только на одну единственную зону. Экран мультимедийной системы здесь также довольно объемный. Это, по сути, планшетный компьютер на базе операционной системы Android. Сюда выводится изображение с камеры заднего вида, что облегчает маневрирование на довольно немаленьком автомобиле. Внизу центральной консоли у нас есть розетка на 12 вольт. Есть клавиши включения подогрева в сидении. Причем клавиши эти выглядят так, как будто они здесь вообще не с завода, а были установлены дополнительно. Но, тем не менее, возможно, это заводская комплектация для кожаного салона. Причем подогрев сидения работает в двух положениях. Сильнее и слабее. Селектор четырехступенчатой автоматической коробки передач. Ну и никакого центрального подлокотника. Зато здесь целых три ниши, отформованных под небольшого размера стаканчик. Сверху у нас присутствует отсек для хранения очков. И основной бардачок, который довольно-таки небольшой по объему. И разместить здесь можно разве что на самом деле какую-то документацию. И то лист формата А4 придется сворачивать вдвое, чтобы сюда его поместить. Сюда же выведены разъемы USB для магнитола. А внизу дверных карт у нас присутствуют небольшие кармашки и, опять же, две ниши, отформованные либо под стаканы, либо под бутылочки объемом 0,5 литра. Что касается обзорности, здесь вопросов к автомобилю нет. Боковая линия остекления довольно-таки низкая по современным меркам. Здесь не возникает ощущения нахождения в бункере. Подобно тому, как это можно испытать на заднем сидении Toyota C-HR, например. Боковые зеркала имеют оригинальную форму. Они, конечно, могли бы быть побольше, но в целом их достаточно для маневрирования. Что касается обзора вперед, то по части ширины стоек никаких вопросов нет. Стойки здесь широкие в меру, обзор они не ограничивают. Ну а вот по части лобового стекла, да, на этом автомобиле ощущение похожее на то, что вы испытаете, находясь, например, в последнем филдере. Сама передняя панель поднята достаточно высоко и лобовое стекло кажется узковатым. Но в целом ко всему можно привыкнуть. А теперь давайте посмотрим, что происходит на задних рядах. Первое, что стоит отметить касаемо заднего сидения, это то, что в этой машине задние пассажиры сидят выше передних. Сама подушка расположена выше. В принципе, что касается места для ног, сев сам за собой, я еще не касаюсь коленями переднего кресла, но, в принципе, расстояние здесь практически уже впритык. Место над головой есть, это порядка 5 сантиметров, благодаря выштамповке на потолке. Но как-то особо зажато здесь себя не чувствуешь. В принципе, сидеть довольно удобно. Никакого центрального подлокотника в данном случае нет, зато есть подстаканники наверху, прямо в дверных картах, довольно-таки удобные. А также целых три дефлектора вентиляции. Причем эти три дефлектора в данном случае дополнены и ползунком переключения оборотов вентилятора для задних пассажиров. Похожие вещи мы можем видеть на японских минивенах, типа Honda StepVegan или Nissan Sirena, у которых нет второй печки. Только кондиционер для заднего ряда. Из положительных моментов можно отметить еще и то, что спинки второго ряда в данном случае регулируются по наклону. Ну и если отодвинуться назад, то уже и места над головой становится побольше, да и в целом посадка становится более вольготной. Но вот по ширине заднего ряда в этом автомобиле комфортно будет скорее всего только двоим пассажирам. При условии, что это будут люди довольно-таки крупной комплекции. Поскольку автомобиль имеет и третий ряд сидений, давайте посмотрим, как обстоят дела там. Ну а с трудом попав на третий ряд сидений в этом автомобиле, остается констатировать. Третий ряд здесь это либо для людей очень щуплых, либо вообще чисто детские сидения. Поскольку сколь-нибудь рослый человек на задний ряд этого автомобиля вряд ли поместится. Хотя производитель предусмотрел для третьего ряда и свои ремни безопасности, и даже подстаканники по бокам панелей багажника. Так что правильным было бы назвать конфигурацию салона Toyota Rush 5 плюс 2, а не 7 полноценных мест. Ну а что же у нас под капотом? В данном случае тут располагается один единственно возможный агрегат. Этот двигатель имеет объем 1,5 литра, мощность 103 лошадиные силы и 136 ньютон метров крутящего момента. По конструкции это алюминиевый блок 4 цилиндра в ряд. В головке блока цилиндров 2 распредвала, 16 клапанов, есть фазовращатели на впуске и на выпуске. Присутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому заморачиваться с регулировкой клапанных зазоров будущим владельцам этого автомобиля не придется никогда. Привод ГРМ, кстати, цепной. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Ну и, конечно, электронная дроссельная заслонка. Более никаких технических ущерений на этом агрегате, который носит индекс 2 НРВЕ, по большому счету нет. Что с большой долей вероятности должно обусловить и неплохую уходимость данного силового агрегата. Что касается масла. В данный двигатель заливается менее 4 литров масла вязкостью 0 В20, по крайней мере для нового автомобиля. На машинах с пробегом и по мере роста этого самого пробега мы бы рекомендовали переходить на масло вязкостью 5 В30, как на наиболее универсальное. Сам производитель заявил ресурс этой силовой установки порядка 200 тысяч километров пробега, но на практике, скорее всего, при должном уходе и регулярной замене рабочей жидкости, мотор будет служить гораздо дольше этих цифр. Что касается соображений, достаточно недостаточно. Если мы подытожим соотношение мощность-вес на этом автомобиле, то, конечно, показатели динамические будут далеки от спортивных машин. Но, тем не менее, в городе с поправкой настройки педали акселератора и коробки передач этого двигателя, в принципе, для автомобиля достаточно. С поправкой на высокий центр тяжести, большой дорожный просвет и, в целом, относительно немаленькие габариты. Для трассы же, как отмечают многие владельцы, конечно, хотелось бы двигатель помощней. Зато данная силовая установка обеспечивает очень небольшой расход топлива. Причем заправлять этот мотор можно и 92-м. Что касается коробок передач, как к механической, так и к автоматической четырехступенчатой, довольно архаичной трансмиссии, вопросов здесь минимум. Так что, по части своей агрегатной базы, Toyota Rush 2-го поколения, это надежный, без всяких оговорок, автомобиль. Ну и перед тем, как глянуть на этот новый автомобиль снизу, вооружимся рулеткой и посмотрим, что у нас с геометрической проходимостью. Передний свес здесь очень и очень короткий и расстояние от земли до края бампера порядка 26 см, а до брызговичка 23 см. Так что, парковаться к абсолютно любому поребрику вы можете совершенно свободно, что и неудивительно. Расстояние до порога 26 см, расстояние до брызговичка в задней части 23 см и до заднего бампера более чем 30 см. Так что, по клиренсу, это на самом деле один из достаточно проходимых автомобилей. Обращает на себя внимание также и практически гладкое днище. То есть, те значения дорожного просвета, которые мы сейчас озвучили, они будут справедливы и для середины автомобиля. Так что, пропускать что-то между колес можно совершенно свободно, не опасаясь за сохранность поддона, защит и так далее. Ну а теперь давайте взглянем на автомобиль снизу. Машину, напоминаем, новая, пробег на одометре всего 21 км и это, естественно, видно. Состояние автомобиля снизу говорит само за себя. Но обращаем внимание на то, что изначально с завода РАШ на Арабские Эмираты практически лишен какого бы то ни было антикора по низу. Так что, если вы планируете использовать этот автомобиль в течение уж очень долгого времени, в принципе, может быть, имеет резонно заботиться дополнительной обработкой. Что касается схемы устройства подвески, в данном случае спереди у нас используется схема типа Макферсон. Шаровые опоры, так же как и на последних филдерах, в данном случае официально с рычагом неразъемные. Никаких болтовых соединений здесь нет. Рулевая рейка здесь у нас электрическая, что, конечно, плюс, поскольку отсутствуют возможные проблемы с гидроусилителем, с насосом, со шлангами и так далее. Также по передней подвеске имеет смысл отметить момент, связанный с передним стабилизатором. В данном случае, чтобы поменять втулки стабилизатора, вам не придется производить какие-то из ряда вон выходящие манипуляции по скидыванию подрамника, подобно тому, как это придется делать на некоторых других моделях. Единственное, что нужно будет демонтировать пластиковую грязезащиту. Ну а теперь про заднюю подвеску Toyota Rush. Если спереди у нас подвеска типа Макферсон, то сзади подвеска зависимая. Здесь у нас мост. И хотя соленблоков в этой конструкции будет побольше, чем в схеме с обычной привычной всем балкой, но выглядит все это дело очень надежно и очень вряд ли на пробегах до 200-250 тысяч километров кому-то придется лезть сюда и менять резинки. Кстати, задний стабилизатор поперечной устойчивости раза в 2,5 толще переднего и сами стойки стабилизатора очень короткие и довольно-таки внушительные в плане основательности. Что касается тормозов, то сзади здесь у нас барабаны. Также в задней части автомобиля у нас располагается топливный бак, причем в данном случае он выполнен из металла, а не из пластика, как собственно и его заливная горловина. Также добавим, что Rush второго поколения это по сути машина с несущим кузовом. Никакой отдельной рамы на этом автомобиле нет. Таким мы увидели сегодня абсолютно новый автомобиль Toyota Rush 2023 года выпуска с бензиновым двигателем, полтора литра и автоматической коробкой передач. В качестве небольшого резюме можно сказать следующее. Перед нами высокий, экономичный и довольно объемный автомобиль, оснащенный всем необходимым для ежедневной комфортной эксплуатации. Конечно, эта машина не подойдет для штурма жесткого бездорожья, хотя бы в силу отсутствия привода на переднюю ось. Но с геометрической проходимостью здесь все в порядке. А на фоне многих своих собратьев этот автомобиль будет также выделяться как всей ядностью по части бензина, так и его небольшим расходом. Данный конкретный экземпляр находится у нас в городе Новосибирске в компании RDM Import. И задать все интересующие вас вопросы касаемо этого автомобиля, который к моменту выхода видео вполне еще может находиться у нас на продаже, вы сможете воспользовавшись контактными данными под видео. Ну а если вы рассматриваете вариант приобретения автомобиля под заказ, то здесь вам помогут наши друзья и партнеры. Компания Япония Трейд. Их головной офис находится в городе Владивостоке. Также у них есть офис непосредственно в Японии, поэтому с аукционами они работают напрямую без ненужных посредников и обеспечивают все сопутствующие гарантии. В том числе во всем, что касается сроков, конечной стоимости доставки вашего автомобиля до пунктного назначения и его сохранности в пути. В настоящий момент компания Япония Трейд может привезти вам автомобиль как непосредственно из Японии, так и из Кореи. Ну или как в нашем случае из Арабских Эмиратов. Все их контактные данные также будут внизу в описании под видео. Так что если ваш вариант это покупка с аукциона, обращайтесь смело. На сегодня это все. Если наш обзор понравился, показался полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Пока!